Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Markets, в котором на ежедневной основе мы размещаем, постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, прежде чем мы перейдем к подведению итогов вчерашнего дня, хочу сразу анонсировать события, которые у нас в рамках предстоящей торговой сессии. Сегодня в качестве разогрева у нас будут данные по индексам активности в сфере услуг, ведущих стран ЕС и в целом по валютному блоку. Ну и далее уже будем фокусироваться на главном событии. Дня эстафету сегодня у Федрезерва перехватывают Европейский Центральный Банк. В 12.15 пройдет заседание, будут опубликованы решения по ключевым процентным ставкам. И в 12.45 по GMT состоится традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард. Поэтому не расслабляйтесь, друзья. Движения будут оставаться такими же волатильными, что и вчера. Может быть по евро интенсивность торгов будет еще более значительной. Да и в целом рынки сейчас остаются динамичными, поэтому, наверное, вы понимаете, к чему я клоню. Нужно обязательно контролировать риски и следить за загрузкой депозитов. Это принципиальнейшие правила риск-менеджмента. Эта неделя, друзья, довольно интересна с точки зрения заседаний регуляторов. Все началось с Резервного банка Австралии, вчера ФРС, сегодня ЕЦБ, в пятницу еще, да, не заседание какого-то регулятора, но по значимости макроэкономических отчетов такой же сильный фундаментальный повод для трейдинга. Это данные по Non-Farm Perls. И следующая неделя это заседание Банка Англии. Вчера, если подводить итоги тех инструментов, за которыми мы прям следили в рамках торговой сессии, я думаю, мы смело можем назвать себя большими молодцами, друзья, потому что мы правильно определили локальные тенденции. Мы правильно спрогнозировали потенциал слабости американского доллара и возможности, которые есть, присутствуют на рынке, заработать на потенциальном росте золота. Так оно и случилось. Индекс доллара текущей котировки 100.86. Ну, признаться, мы хотели, конечно же, видеть доллар пониже, уже где-то в районе 100 пунктов, а я, честно говоря, ориентировался на значение еще ниже. Но главное, что мы стали развивать эту нисходящую динамику и главное, что доллар остается под фундаментальным прессом. Поэтому, на мой взгляд, вопрос закрепления этого инструмента ниже стар, ровно это вопрос ближайших торговых недель. Что касается заседания американского регулятора, без каких-либо сюрпризов, как ожидалось, Федрезерв повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 5,25%. Напомню, что я ждал определенных комментариев от Джерома Пауэлла, в частности, о том, что пришло время завершить текущий цикл ужесточения монетарной политики. И если будет необходимость, мы, ну, я как бы говорю от лица Федрезерва, можем допустить и снижение ключевой процентной ставки либо в конце этого года, либо в начале следующего. К сожалению, ни первого, ни второго комментария Пауэлл так и не сделал. На пресс-конференции он отметил то, что решение по сворачиванию и отказу от жесткой монетарной политики пока не принималось. Но при этом добавил, что регулятор остается адаптивным. То есть, решения не принимаются заранее, они являются ответом на текущие экономические условия, которые складываются на рынке. Но это можно интерпретировать по-разному. Может быть, это и сигнал к смягчению политики, может быть, и нет. Но если говорить о макроэкономических отчетах, мы видим тенденции не самые лучшие. Поэтому, если предположить, что ситуация не изменится в характере макроэкономических отчетов и цифр, то, конечно же, фидеризирующийся какое-то время придется говорить о высоких рисках экономического спада со всеми вытекающими отсюда последствиями, необходимостью все же завершения активного повышения ключевой процентной ставки. Рынок, на самом деле, сделал все за Паула. Сейчас, по данным инструментов AdWatch, вероятность повышения ставки дальше в июне-июле стремится к нулю. То есть, фактически, я думаю, что решение уже не будет принято. Я разделяю точку зрения тех, кто уверен, что 5.25 – это пик ключевой процентной ставки американского регулятора. Паула пытался говорить о банковском секторе по таким заготовленным клише, о том, что сектор стабилен. Это, конечно же, очень сильно диссонировалось тем, что мы буквально за день заседания американского регулятора, по сути, хранили еще три американских банка – Value National Bank, PacWest и K-Corp. И, честно говоря, проблемы у этих банков сохраняются, и не только у этих банков. Но, поскольку речь Паула в этом ключе не устроила, те, кто присутствовал на пресс-конференции, журналисты, конечно же, задавали вопросы. И, в частности, касательно состояния банковского сектора. И здесь его вывели на чистую воду. Ему пришлось признать, что многие банки обращаются за помощью, пакетизировал за ликвидностью. Ситуация остается сложной. И ФРС в этой связи все-таки следит за тем, что происходит с рынком долга, с ставкой по доходности облигаций. На этом, собственно, мы и увидели слабость американского доллара, потому что многие интерпретировали это как своего рода неготовность ФРС пускать доходности облигаций выше. И если развивать эту тему, это тоже равносильно тому, чтобы уже взять паузу в дальнейшем повышении ставки, в конечном счете отказаться от жесткой монетарной политики. Если ФРС уделяет так много времени и внимания статистике, к ней тоже вопросы. Вспомните последние отчеты СМ производственного сектора. Последний рейс по числу вакансий на рынке труда 9,59 миллиона. Это худший показатель с начала 2020 года, 2021 года. И сигнал того, что рынок труда буксует. Но нужно дождаться нонфармы, друзья, в эту пятницу. Посмотрим, в принципе, в каком состоянии сейчас находится американский рынок труда. Как резюме, мы можем смело дальше шортить курс американского доллара. Ну, по крайней мере, я это буду делать. Возможно, вы увидели во всем этом какой-то фактор роста. Если да, обязательно пишите в комментариях, будет интересно ознакомиться. Золото 2041 доллар за тройскомунсу. Вчера я сделал комментарий, что не лягу спать, пока золото не доберется до сопротивления 2050 долларов за тройскомунсу. И в рамках всей торговой сессии золото подбиралось к этому уровню. Ну, буквально до закрытия торгов и до факта закрытия мы не увидели этого уровня. Но следующая торговая сессия, сегодняшняя, как вы наверняка заметили, началась уже с гэпом. Котировки достигли нового хая. 2078 долларов за тройскомунсу. И я благополучно, друзья, вышел из длинных позиций по золоту. Хотя, если вы спросите, есть ли смысл держать золото дальше, то сейчас куча индикаторов, указывающих на то, что потенциал роста золота еще сохраняется. Это в целом нервозность, связанная с состоянием банковского сектора. Это рыночный сантиметр. 77% трейдеров по-прежнему в коротких позициях, поэтому идем против толпы. Это снижение доходности американских облигаций. Вчера они обвалились на 3%, сегодня теряют 2%. И текущая доходность 3,33. То есть условия идеальны для роста, но я думаю, что будет все-таки коррекция довольно внушительная. Я уже не хочу смотреть за тем, как эта коррекция будет съедать тот профит, который был ранее накоплен. Поэтому, как ранее отмечал, сделка была закрыта. Всех, друзья, поздравляю. Это был очень крутой тренд. Мы на нем прокатились и смогли заработать больше 5%. Что касается европейской валюты 1,1081, сегодня мы ждем закрепления пары, я жду, выше отметки 1,1150. Сантимент также на стороне тех, кто ставит на рост, потому что толпа евро шортит. И ждем решения Европейского центрального банка по ключевой ставке. Скорее всего, ее снова повысят. Вопрос, насколько на 25 или на 50 байсных пунктов. Я все-таки склоняюсь к тому, что из-за роста инфляции в еврозоне с 6,9% до 7% опустим базовый показатель. Этого роста будет достаточно, чтобы убедить Европейский центральный банк и дальше активно бороться с растущими инфляционными рисками. Плюс ко всему, Европа сейчас может точно похвастаться тем, что положение дел в европейской экономике не такое печальное, как, судя по ряду индикаторов, в США. И Европейский центральный банк может быть более вальяжным в своих решениях дальнейшего ужесточения политики. Я мыслю амбициозно, допускаю, что сегодня ЕЦБ может превзойти решение федеризирования и повысить ставку на 50 байсных пунктов. Но даже если это решение ограничится 25 байсными пунктами, все равно условия для роста евро могут сложиться идеальнее. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.